Форум молодых талантов в Ульяновске проходит впервые. В 2017-м большое мероприятие состоялось в Томске. Сегодня среди участников 51 регион России. Не попасть сюда, это потерять огромный шанс познакомиться с прекрасными людьми, с прекрасным городом, от которого я не ожидала так подобного гостеприимства и вообще такой истории культуры. Если раскрывать достижения на уровне школы и города или даже страны, такой проект, как летняя школа, например, уже осуществляется у нас в городе четвертый год подряд. Завершилась четвертая летняя школа этим летом. Дети безумно довольны. В свои небольшие годы они знают, что ни страна, ни какой-либо отдельный регион развиваться сам по себе не может. Наша участница Валерия Скибина в рамках проектной деятельности в Сириусе участвовала по программе «Космос». Они создавали спутник, который на сегодняшний день уже выпущен на орбиту и работает. Вы, наверное, слышали, что в прошлом году в образовательном центре «Сириус» разрабатывали спутники «Сириус-Аты» и «Сириуса-2». Это президентские спутники, которые были запущены 15 августа в космос. Мы являемся продолжением этого эксперимента, и наш спутник будет запущен на полярную орбиту. Талантливые и активные своим примером показывают, как важно участвовать в жизни России, создавать нечто новое, развивать техническую сферу, спорт, искусство и науку. Я два года подряд занимала призовое место в Олимпиадах юности по технологии, творческие дела. Мне предложили поехать, сказали конференции. Я не отказалась, потому что мне стало интересно, все-таки такой опыт. В наше время очень многие дети даже не знают об этих Олимпиадах, что они дают в различных конкурсах, потому что это не сильно афишируется. В школах учителя все меньше говорят об этом, и все думают, что просто тебя позвали, ты написал, и никаких результатов после этого. Хочу призвать детей заниматься этим, потому что это здорово, помогает при поступлении. Одно из главных мероприятий – заседание с участием федеральных и региональных экспертов, в их числе представители Министерств образования и просвещения России, Совета Федерации, ведущие профильные агентства. Я представляю регион новый, молодой в России, но у нас в городе существует Малая Академия Наук. Это учреждение дополнительного образования, которое занимается работой с одаренными детьми. И результаты, конечно, у нас есть серьезные. У нас постоянно, каждый год очень много победителей на международном уровне. Мы выставляем работы на международных салонах изобретений. Мы все прекрасно понимаем, что человеческий капитал – это самая важная составляющая капитала государства в целом. И понятно, что дети и молодежь – это тот самый настоящий золотой запас любого государства. На пленарном заседании эксперты обсудят вопросы раннего выявления талантливых детей, их сопровождения и поддержки. Развитие сети кванториумов по стране и ресурсных центров для подготовки кадров. Участники расскажут в том числе и о проблемах, с которыми сегодня сталкиваются регионы, чтобы определить планы работы по этим направлениям на будущее. Анжела Забашта, Леонид Скаморохов, репортер 73.